В регионе новая волна токсикомании. Гибнут дети. Об этом говорили на заседании Магаданской областной думы. Снифинг. Так подростки называют употребление сжиженного углеводородного газа из зажигалок и баллонов. На Колыме в 2018 году выявились шестерых несовершеннолетних, употреблявших подобный газ. Зафиксирован один летальный случай. Двое подростков погибли от употребления данного вещества в 2019 году. Один случай произошел в 2020. На территории России за прошлый год умерло 360 детей. Чтобы решить проблему на Колыме, депутаты региона приняли новый закон, который через 10 дней вступит в полную силу. Сегодня Магаданской областной думой принят закон, внесенный прокурором Магаданской области об ограничениях распространения и использования отдельных товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Данный закон устанавливает запрет на продажу несовершеннолетних таких товаров. Это зажигалки, газовые баллоны, которые предназначены для заправки зажигалок, а также для работы бытовых туристских плит. Также на заседании Магаданской областной думы шестого созыва утвердили закон о введении налога на профессиональный доход. Теперь граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, такими как услуги маникюра, фото-видеосъемка, проведение мероприятий, ремонтные работы и другие, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей без заключения договоров, смогут зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и работать, не нарушая закон. Это даже позволит тем, кто сейчас является индивидуальным предпринимателем, с них берется определенный взнос, они оплачивают порядка 12-15-20 тысяч рублей, в зависимости от вида деятельности. Это позволит уйти на более лояльную форму налогообложения, а на самом деле, ну это просто еще одна такая ниша, да, для, вот именно для тех людей, которые, ну их много, да, то есть, которые ходят там на дому делать, там, педикюр, маникюр, репетиторство. Налог на профессиональный доход начнет действовать с 1 августа текущего года. Новшество уже ввели в нескольких регионах России и предлагает выйти из тени самозанятым репетиторам, ведущим корпоративов, фотографам, косметологам, арендодателям. Субтитры создавал DimaTorzok